Собака не вылезет? Они гуляют, но я Тусяну Рова Гатута живу. Здравствуйте. Здравствуйте. С Турцией презент. Боже, я боюсь. Так, друзья, это приехали наши знакомые. Аська, хорошая, скажи, Аська, хорошая, скажи, Аська. Боря, он и ты. Все, Ася, давай, дергай. Приехали наши знакомые. Они у нас уже купили одного поросенка. Уехали в Турцию и приехали из Турции еще по одного поросенка. Да, все гроши не догуляли, решили все купить. Боря, тихай. Боря, давай, Валей. Эй, Аська. Мы это вообще не продаем сейчас. Ну, своим знакомым одного продамута уже не столь таки важное. Конечно. Хорошим знакомым. Хорошим знакомым нельзя отказываться. Нельзя, да. Кстати, это Оксана, а это Игорь. Боря, тихай. Боря, тихай. 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 Поразводили собаки. Не, ну, маленькая я не боюсь, а великая уже еще боюсь. Не, он не тронет. Если мы тут, то он не тронет. Машину не закрыл, да? Нет. Да. А что, можешь еще выбирать, да? Ну да. Ничего себе. Вот это условия. Я думала, такое же. Ой. Здоровье-то. Чего? Кабань. Я же не живу. Ну, есть и кабаки. Будем выбирать там. Сала не будет? Сала будет нового. Два кглорама. А что два кглорника будет на пальчик. Все. У бабари. Сальник нет. Я хочу заглянуть в этот хвист по этому красивому. Девочка. Я тебе и хотел кого дать оттуда. Вот тут девочка. Тебе назовешь ей Ксюша. Да? Да. Тоже мы думали, и Игорь Кабанчика ты назовешь. А ты назовешь Ксюшку. Нет. Ну, у меня Стасюня есть. Я пари говорю, у него хочется. А потом, может, мне Ксюшу позаривай. Ну, смотри. Ну, смотри. Где девочка? Не хочешь? Там он стоит карачил. Аааа. Аааа. Шо у нас так красиво с свиней гулять? Кричит меня. Винчеркнул. Ну, у нас мы любим мальчиков. Мальчиков. Не. Ну, кабачок я роскою получил. Я тебе и хотел тоже. Вот та девочка. Все. Я поняла. Где мальчик у нас? Ну, давай я сейчас тебе буду. Сейчас локации включать. Что? Нет? Нет. О, это вы. Это что у нас тут? О, везде. Вот это, да? Да. Вот это? Да. А! Вucура! В сука! В Игарюй. Игаринышка! Игаринышка! Игарина Александрна! Все, Вика, Стас, спасибо вам великое. Вика, кормить, выращивать. Мы еще приедем весной. А таки у вас? Нет, чуть меньше. У нас таки. А это из вашей партии. Нет, из вашей партии. Это вашей партии. У нас таки как... На півнице. Вот эти меньше? Вот эти меньше на півнице. Да ты что? Да. Да. А я картошку кормлю. Вареную. А я предстарт даю. Старт. Ну а мы картошку кормим. Ну, мы проэкспериментируем картошку и ценицу. Подимемся. Нет, а вам что? Куда нам спешите? Нам некуда спешите. Нам до следующего года потом. От даем сразу предстарт, намешанный со стартом. На первые дни, пока перейдут плавно, не спеша на их корм. И наш Игорь. А дальше? Мы не туда, да? Ну, Игорь же все в обратную сторону пикает. Вот видите, как живут. Свини держат. На джипах ездят, по турцям катаются. И все на пара святах, да? В бизнесе, да. На переднее сиденье, Игорь. Куда вы отчетены в багажнике? Это мое хозяйство, я буду руках держать. Теперь у них будет Игорь. Спасибо большое, до свидания. Игорь, понял? Сегодня дай там ковшечек. Мое, не мешай со своим. А завтра уже. А завтра уже. Ну, сегодня ворожь пока проедет. Чтоб хоть корм был той самой. А только проедет сразу. А потом мешай уже. Вы не кажете, что он у каковся? Ну, поехали. Все, все. Всем пока, пока. До свидания. До свидания. Друзья, также спрашивали за дезинфекцию. Делаю ли я дезинфекцию в сарае. И скажи свое мнение. Говорю свое мнение. Что нет, не делаю. Вот говорят, оно подключено. Ну, что мне тут станка подключено. Если убирать вовремя. Продолжение следует... Фосе по-русски. Взбук. Смотрите, вот и что нет, я не знаю. Убиваю. Фосе по-русски. А я тебе беру? Ну и дезинфицировать, если оно убирается и сушить мне тут нечего. Если оно все, вовремя убирается, сушить мне ничего не надо. Мое личное мнение, просили, скажи свое мнение, это лишний перевод средств дезинфекции. Если вы дезинфицируете, есть жидкие, вообще недорогие, продезинфицировали или просто побелели, или посыпали известь, мел на купорушке, перебрабите, перемешайте с известью, тут вот самый эффект, типа как дезинфекция. Ну я считаю, это лишний перевод денег. Лучше купить на эти деньги мешок стартов или предстартов в МВД и дать поросятам, или там поросятам уже после отъема старт купить. Зачем тратить деньги на дезинфекцию? Это мое мнение, и как бы я вижу, что все делают дезинфекцию, но она вообще ничего не дает. Сказать, что у меня свинья чем-то болеет, я не делаю дезинфекцию, но это бред. Так что вот это мое мнение, я думаю, кому надо, он слышал и понял. Вот какая им дезинфекция? Им жрать давать надо, а не дезинфекцию. Им кукурузу надо давать. Больше хавки, им нафиг-то дезинфекция не надо. Вот, в сарае, сухо, хорошо, красиво, чисто. Зачем мне только засорять дезинфекцию? Именно засорять. Я считаю, это засрать все клетки, все вот этой пылякой белой. Ну и как пылят форму, а еще белой пылью. Ну, это мое мнение, а там я не знаю. Я почему хочу положить тут плит? Вот мне говорят, что это уже лишнее. Это не лишнее, это я положил плитку и раз в неделю по выходным днём с творкой помыл проход центральный, потому что с улицы все заносишь на проход. Вымывать с творочки прошелся, вымыл все, вымыл туда по канавкам все. И плитку сюда я не просто вожу, плитку в канавке. У меня в том сарае маленьком плитка в канавках, и нет вот этой вони. Бетон прованивается этой всей мочой, и вонь стоит вот именно мокрого, вот этого пропитанного бетона. А если плитка, как у меня там, я положил в желудки, ну вони нет, вообще нет вони. Если тем более смем водой, лину, веником вымыл, все, красота. Вот я только поэтому вожу плитку. Я не вожу плитку, чтобы мне делать нечего. Я вожу для того, чтобы промыл шваброй, допустим, уже самовыжимающей шваброй, с творкой водой. Все, протер раз в неделю, полы, и все. И так само тут они будут собираться с этими все бактериями. Плитка и с плиткой. Я сныл тоже с инфриской или там с моющим средством. Сныл в плитке и все. Раз в неделю, часто не надо. Вот так. Не так давно, буквально вот дня два назад, поехал, купил соевый шрот. Взял 120 килограмм. Вот так он выглядит. Набирал прямо горячий. Там сыплет прямо горячий, свежий. Набирал горячий. Сейчас он уже чуть подостыл. Это соевый шрот. Запах, конечно, колоссальный стоит. Вот тут на весь гараж привез мешки, конечно. Ну, такой не сильно. И так же я заказал себе, через своего знакомого, заказал себе Premix. Premix заказал водолагу, этикетку сорвали. Водолага Premix в 4% идет без какой-либо этикетки. Такой белый мешок просто, этикетка здесь, но ее оборвали на почте. И заказал также же Плохтянку. Тоже Premix в 4%. Но Плохтянка идет 4% одного вида. И потом идет еще старт и, по-моему, финиш. То есть их три вида. А наш идет 4% и 3,5%. 4 на Гровере, 3,5 на финише. Это один Premix. Просто разница в процентном соотношении. Ну, это стартовый БМВЗ для поросят. Тоже наш. Чему я заказал Плохтянку и Водолагу? Потому что есть такие, не будем уточнять, люди, которые говорят, что это одно и то же самое, просто сыпем в разные мешки. Завод производит свои карманы посредственно Плохтянка. Также другие. И в том числе и Водолага. Без разницы у них. Просто в чем разница? Они свое делают по своему рецепту. Наши делают по нашему рецепту. Другие вообще составляющие идут. Другой, третий, пятый, десятый по ихнему рецепту. Они делают услугу. То есть вы можете заказать. Они вам сделают по вашему рецепту. Всех с вашего сырья. Тоже БМВД пофасуют в мешки. И все так само будет. Но этим надо заниматься. Мы занялись почему своим. Вопрос когда-то встал. Предложили нам кормить М-ной фирмы. Там БМВД и премиксом. Мы отказались. Нам предлагали по две свиноматки Эвки. И по одному хряку Макстеру 304. Все с документами. Все с паспортами. Но чтоб я и Юрий Фермагра кормили одной фирмой. БМВД и премиксом. Мы отказались. Я говорю, а давай свое делать. И так в Юрии есть связи. Узнали Владимира Надкрынышева. И так связалось, закрутилось. И начали производить свое для себя. А потом начали продавать. А зачем мы так сделали? Чтобы был свой корм, свой старт, свой старт, свой предстарт, свой гровер, свой финиш и свой премикс. Свои свиноматки, свои поросята, свой откорм и своя реализация. То есть получается замкнутый цикл. Только для этого мы все делали. Я думаю, нормальный и здравомыслящий человек поймет, что это правильно сделано. И вот я сейчас при вас открою два премикса. Плохтянку и водолагу. Кто там говорит, что это одно и то же самое. Посмотрим, действительно ли одно и то же самое. У нас состав сорвали. Ну, этикетка такая, но составы, витамины, микро-макроэлементы, это все разное. Я выкинул в сообщество, кому интересно. Сейчас при вас открываю два мешка одинаковых премиксов, 4%. Под сою. Этот под сою 4%, и этот под сою. Я зачем купил себе сою? Хочу попробовать кормить соя и премикс. Попробую. Тем более, есть своя. Своя линейка кормов. Вот, смотрим это. Смотрим это. Одинаково, Вик? Это светлее. Это светлее, это темнее. Также, сейчас, давай на улицу я вынесу. Ну, вот сюда, поближе. Вот сюда. Вот так я сделаю. Вот так. Это у нас премикс Плохтянка. Сейчас от водолагу заношу. Тоже премикс Плохтянка. Тоже премикс Плохтянка. Пломикс Плохтянка. Пломикс Плохтянка. Пломикс Плохтянка. Оно вообще разное. А по запаху? И по запаху разное. И вот смотрим этот. Водолага идет по цвету светлее и больше, больше всяких вот этих, типа похоже на кофе. Я не говорю, что Плохтянка это плохо. Я Плохтянка никогда не кормил и вообще премиксом никогда не кормил. Это я просто решил попробовать. Есть соя, где брать. Соя я брал по 16,30. По-моему 16,30 и 16,60. Такая цена. Я взял сои и хочу попробовать. В состав у меня только пшеница. Будет идти пшеница, премикс и соя. Сои 17 кг. Это я говорю за 100 кг. Премикса 4 кг. 79 кг, по-моему, пшеницы. И все. Сюда не надо добавлять мне 3 кальций, подкислитель и так дальше. Это все тут есть. Сюда надо 3 группы пшеничных. Допустим, ячмень, кукуруза, пшеница. И надо соя. Не надо макуху, семечки добавлять. Ничего не надо. Юра говорит, просто насыпаешь пшеницу, премикс и соевый шрот. Соевый шрот сейчас подроблю. Сейчас покажу, кстати, соевый шрот. А то и Юра просил, говорит, на свет покажи сою. Вот так выглядит соя. Даже вон, соя попалась. Маленькая. Невыжатая. Ну, запах обалденный, да, Викбук? Кто думает, что кукуруза бывает, у БМВД там писали, попадается. То не кукуруза, а то края вот этой сои. Похожи на кукурузу. Ну, вот, попробую сделать. Потому что надкорм, думаю, оставлять много. И, может, понравится, то так и буду кормить на гровере и финише. Предстарт понятно, что БМВД. И старт понятно, что БМВД. А потом после 30-ти переводить на гровер и все. Рецепт я свой сказал. Так, ну что, мы с этого вот станка, я его только-только выберу, забрали Анфису. Анфиса прокормила поросят 33 дня. Была здесь месяца полтора, может, даже больше. И я ее перегнал вот туда, на Машкино место. Вот Анфиса познакомляется. Она не сильно похудала после поросят, не сильно и скажет, что прям выкормила поросят больше месяца. Но поросят у нее хорошие. Сейчас она вторник всегда должна загулять. И будем покрывать ее Е-кремом. А Машку отсюда? Машку отсюда поставил в этот станок. Машку поставил в этот станок. Машку я сначала поставил в маленькую, так вот такой. Ей места мало. Вот так вот, станок она на корыто. Если ляжет, места мало. Поэтому поставил в удлиненую версию, чтобы ей, ну и этот, скорочный, как раз, подлакал. Эта спиноматка больше 300 кг. Это, ей уже 2,5 кг или больше. Она подергалась, полыкалась, но уже нормально. Ну и что, упирается, вечно, на заднюю дверь, типа выйдет. Вот, вот, вот. Я думаю, привыкли. 1,2 и освоится. Так что, вот так их меняем. А эта уже на свободе. Вот, видите, спит кто где угодно. Они не сбиваются в кучу. Это говорит о том, что им температура комфортна. Им не холодно, им не жарко, если они ложатся где угодно, а не в кучку. Итальянцев надо уже переводить туда в большой сарай. Ну, пускай на днях, я думаю, переведем. Ну, а этих перегоним на место итальянцев, где будет больше кормушка. Я им так и насыпаю, но он еще есть, надо чуть-чуть будет добавить чуть позже. И все. По больничке Аматор и Вероника тоже подрастают. Кстати, тоже набрали хорошо. Ну, и эти тоже надо в новый сарай перевезти. Вот так. Тут-то у нас сколько-то дней уже после отъема прошло. Когда я ролик выкидывал в среду, по-моему, в четверг, пятницу, субботу. О, четвертый день. Да, среда, четверг, пятница, субботу. Пятый день, какашки густые. Поносов нет. Я всегда на этом сосредотачиваю внимание, чтобы не было поноса. Чтобы были густые какашки. Ну, вон густые, видим, червячки. То есть, все нормально. И жопки во всех чистые, все хорошо. Ну, а в этих уже, я думаю, килограмм по 30. Может, у кого там плюс-минус. То есть, вот так. Почему продал? Ну, свои и одного. То есть, это не два, не три, не пять. Думаю, ничего страшного. Мне минус один, там ничего страшного не будет. А людям все-таки же не один будет, а два уже. Им за компанию будет проще и веселей. Двум кабанчикам на откорме. И, тем более, свои знакомые. Вот так, друзья. О, больничка пошла, как хорошо. Вообще, аж блестит. Все, всем счастливо и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok